Простые мужские блюда на все случаи жизни. Сначала мы готовим какую-то часть клубники для украшения будущего готового блюда. Это будут как бы островки сохраненного натурального вкуса, клубничного. Потому что вся остальная клубника, она уже будет иметь другой вкус благодаря специям, приправам и прочим ингредиентам. Я предпочитаю вот эту первую клубнику жарить на сливочном масле. Все-таки дополнительный вкус сливочного масла это здорово. И вот сейчас выкладываю клубничку, стараясь положить ее срезом вниз. Немножко посолим. И совсем немножко добавим перца черного молотого. Чуть-чуть, чтобы не перебить вкус клубники. И вот сейчас у нас поджаривается. Ну, покуда у нас жарится, приступаем готовить остальную клубничку. Мы ее берем и режем беспорядочно. Потому что в процессе готовки она потеряет свою форму и безразлично, какой она была в начале. Клубника у нас свежая. Это прекрасно, потому как лето. Но я вам скажу, что я заготавливаю на зиму достаточно много мороженой клубники в морозилке. И вот это блюдо, и не то, что это, я имею возможность готовить круглый год. На качество конечного продукта это не влияет. Я думаю, грамм 250. Этого достаточно нам для соуса. И смотрим, что у нас здесь получилось. По-моему, нам не стоит здесь вот здесь пережаривать. Мы ее будем считать, что покуда это у нас разговаривает. Здесь очень важно сохранить целостность клубнички и ее естественный цвет. Потому что цвет конечного продукта может и не быть таким ярким. Первая часть приготовления соуса вот сделана. У нас уже приготовлена клубничка для украшения. Второй этап. Мы заготавливаем и поджариваем чеснок и имбирь. Стараемся чеснок и имбирь измельчать помельче. Наша задача, чтобы не куски попадались в нем, а чтобы максимально излечь все ароматические составляющие, все ароматические вещества из него. Ну, чеснок, он и есть чеснок, лишним он не бывает. Мне все время вот в таких случаях вспоминается крылатое выражение. Что вот за что я люблю чеснок, так это за то, что он колбасой пахнет. Ну, а сейчас вот я нарезаю имбирь. Имбирь, он очень полезный, в частности для мужского здоровья. Поэтому всегда старайтесь употреблять его пищу. Он разогняет кровь, добавляет силу и самочувствие. Сейчас высыпаем и поджариваем. Сейчас у вас, наверное, напрашивается вопрос, до какой степени нужно поджаривать. Ну, обычно это начало появления легкого румянца. Или этот момент можно ощутить даже по запаху. Вот сейчас на всю кухню распространился аромат. Но в момент готовности произойдет буквально взрыв аромата. Чеснок и имбирь сами за себя скажут. Все, мы уже достигли нужной кондиции. Еще немножко, еще чуточку-чуточку. Вот уже начинает немножко розоветь. Пошел аромат. Сразу потом засыпаем клубнику и заливаем примерно тремя четвертями стакана воды. Все, готово, засыпаем. На основании предыдущего опыта, я знаю, что сюда надо дать где-то полную ложку сахара. И, ну, где-то пол чайной ложечки соли. Если вам предстоит готовить соус первый раз в жизни, то вам будет тяжело его приготовить, потому как вы сейчас, в настоящий момент, не совсем понимаете, что вы готовите. Я вам скажу, это будет соус вроде кетчупа, кисло-сладкий, горько-пряный. Вот его основной вкус. И поэтому сейчас, вот покуда клубника у нас начинает вариться, мы готовим остальные вкусовые добавки. Получается у нас вот такая вот интересная субстанция. И покуда это все будет вариваться, у нас будет достаточно времени для нарезки остальных компонентов. Перец. Перец стараемся нарезать мелко-мелко-мелко-мелко-мелко. Насколько это возможно. Я думаю, что полторы штуки вполне достаточно. Сразу предупреждаю, что я готовлю на свой вкус. Я люблю острое, я люблю пряное. Поэтому полторы штуки. Если вы не любитель острого, значит смело убавляйте это количество как минимум в два раза. Сразу высыпаем. Эти продукты должны подружиться. Поэтому их надо покипеть. Ну что, для пряностей мы можем добавить, вот здесь я уже заготовил несколько горошинок душистого перца и несколько соцветий гвоздики. Это не совсем правильно, что я чеснокодавкой пользуюсь. Но это достаточно удобно. Здесь необязательно измельчать его в пыль. Добавляем черного перца. Ну, приблизительно пол чайной ложки. И можем добавить чайную ложку корицы. Ну, не совсем похудо выглядит аппетитно. Но, как говорится, еще не вечер. Пока у нас есть около 10 минут свободного времени, как раз время заняться подготовкой остальных составляющих. Нам понадобится цедра лимона. Она прекрасно натирается на терочке. Стараемся составлять только желтую часть, не задевая белой. Чтобы приготовить что-то плохое из съедобных продуктов, надо учиться не менее 5 лет. Ну, поскольку мы с вами любители, а не профессионалы, значит мы из съедобных продуктов приготовим только качественную еду. Берем мяту и мелко-мелко измельчаем. Мята придаст особый вкус готовому продукту. О, какой запах пошел. Вот я заготовил мяту с цедрой. Берем чайную ложку крахмала. И берем, ну, полстакана водички. Это будет наша палочка-выручалочка. На тот случай, если к нужному моменту соус наш окажется слишком жидким. Вот сейчас он, скажем так, ну, жидковатый. Прошло 10 минут и подошло время пробы. Сейчас как раз время попробовать, что у нас получилось. Ну, в общем, все идет по плану. Все идет по плану. Немножко добавим соли. Немножко добавим соли. Пожалуй, немножко добавим трахмального загустителя. В нашем случае его нужно совсем немного. Потому как у нас соус. Соус не должен получиться слишком густим. Он должен спокойно растекаться по уже готовому мясу гриль. Хорошо. Добавляем лимонный сок. Все-таки желательно пользоваться приспособлением для выдавливания сока. Чтобы избежать вот этих неприятностей в виде семечек. В виде семечек лимона. Так. Кислоты мы добавили. Цвет стал ярче. И сейчас делаем последний штрик. Добавляем вот эту золотолку цедры и мяты. Ух, какой пошел аромат. Я немножко добавил огня. Чтобы оно вскипело. И сразу же выключали. Собственно говоря, то, к чему мы стремились, вот оно. Вот такая же получилась у нас красота. Ребята, конечно, это очень вкусно. Делайте это, не пожалейте. И вот когда мы вот этим украсим мясо уже на блюде. И сверху вот эти, выложим вот эти кусочки клубники. Мы же ее не переворачивали. Она у нас поджаренная только с одной стороны. И вот эти верхушки вот передают вот именно текстуру свежих ягод. Это все будет очень красиво. Субтитры сделал DimaTorzok